Предлог нашей сегодняшней встречи с гостем программы «Право 24» – книга. Книга называется «Добровинская галерея». Как ход догадаться и по обложке, и по названию книги, в костях у нас Александр Добровинский. Добрый вечер! Здравствуйте! Александр, я думаю, что когда адвокат заявляет о том, что будет книга, то все, как Кучерена говорит, доверители. Я не знаю, используете ли вы такой же термин в отношении… Кучерена используете. А вы в отношении своих пациентов… А пациентов? Не подзащитных. Знаете, я, конечно, их препарирую, но чтобы они стали пациентами, но… Мне кажется, некоторые из ваших клиентов должны были, конечно, вздрогнуть, узнав, что готовится книжка. Потому что понятно, что раз пишется книжка, которая позиционируется как коллекция живых историй, значит, там будут как минимум истории, и можно предположить, что некоторые будут живыми. Это правда. Были какие-то звонки до выхода книги с вопросами? Сейчас вам расскажу. Дело в том, что каждый раз, когда… Это сборник рассказов, на самом деле. Да. И каждый раз, когда готовился рассказ к печати, потому что они, большей частью, были изданы, когда… В журнале, да, я знаю, да. И если надо упомянуть чье-то имя, я звонил и спрашивал разрешение. Поэтому никакого… Не уточняй контекст, в котором будет упомянат. Я вспоминал историю, которую буду рассказывать. И иногда говорили, нет, ну что-то измени, пожалуйста. Или я вас прошу, там, через полчаса приедет конверт. Да, не вздумайте. И так далее, и подобное. Или говорили, нет, с большим удовольствием. Вот, например, рассказ, который не вошел в эту книгу, но который войдет во второй том. А готовится ремейк, сиквел. Сиквел, сиквел, да. Это рассказ такой немножко озорной о Шибаре. Вы знаете, что такое Шибаре? Нет. Я тоже не знал. До поры до времени я путал Шибаре с сашими и суши. Но выяснилось, что Шибаре – это на самом деле когда-то японская пытка была, когда женщину связывали веревками, завязывали такие очень красивые узлы. Я думал, это называется бандаж. Хорошо, так. Нет, бандаж – это после беременности, чтобы она не расползалась. А тут завязывают очень красивые узлы. И вот техника связки и так далее, и говорят, что еще при этом люди получают огромное удовольствие от того, что с ними происходит. Один из журналов заказал мне к выходу известного фильма «50 оттенков какого-то цвета» рассказ на эту тему. А буквально я ничего не знал о таких подробностях, ни о Шибаре, ни о Садамазе. Как-то мимо меня вот сколько лет проходило. Странно. Я как минимум знаю нескольких ваших клиентов, которые в БДСМ очень хорошо разбираются. Вот, конечно. Поэтому я начал опрос вообще, а что. И попал неожиданно в такую историю, где в главной роли фигурировала моя приятница, замечательная девочка, которую я очень люблю, Оля Орлова. И я задал ей вопрос, а могу я прямо вот как было, так и все рассказать. И Олечка сказала, что не только Александр Андреевич может, а должны, потому что таких историй, в общем, практически не бывает. Ну, вот получая иногда разрешение. Я считаю, что заинтригованы как минимум уже читатели, зрители. У нас с момента нашей предыдущей с вами встречи появилась традиция, мы пристраиваем кошек бездомных. Он, по-моему, не очень хочет участвовать в эфире. Как его зовут? Гаврюша. Вот если Гаврюша от нас сбежит, это сразу уменьшит его шанс быть пристроенным. Поэтому посмотрим, настолько же он умен, насколько он красив. Я знаю, что вы это собачник, да? Я собачник, у меня всегда были собаки. И вот в последнее время я сосредоточен на таких, на охотничьих собаках. Йокширский терьер. Но кошкам вас нет и десинкразии? Она нет. Нет, конечно, я очень люблю кошек, но она для моей собаки немножко велика. Нет, нет, мы предлагаем зрителям, мы гостям, мы щадим гостей. Мы не предлагаем, так же, как вы щадите своих клиентов. Потому что я думаю, что у вас есть масса историй, которые никогда не будут включены ни в какие книги. У меня озадачил подзаголовок у книжки. Это просто перечисление географических названий, причем в порядке, так у Москвы, Париж, Стантропе, Нью-Йорк, Монако, Женева, Москва. Чем этот постулирован порядок? То есть почему именно эти населенные пункты, я догадаться могу, но почему в таком порядке? Порядок – это приблизительно мое передвижение по миру, на самом деле. От рождения, куда я двигался и куда я вернулся, в общем, обратно, в Москву, и где я часто бываю. Поэтому события в рассказах, которые здесь приводятся, они часто происходят и в Лондоне, и в Монако, и в Париже, и в Москве, естественно, и так далее. Поэтому здесь, в общем, обозначены такие реперные точки. Репер не от слова, вот этот репер. Я понял, да. Вообще, как-то, на самом деле, у вас вот любовь к перечислениям через запятую, потому что я последнюю обложку смотрю, и здесь тоже такая мини-блиц-биография. Это тоже через запятую адвокат, коллекционер, писатель, радиоведущий, публицист, муж, отец, гольфист и так далее. Здесь-то порядок чем определяется? Здесь порядок определяется не знаю чем. Вот так закателось. Правда, цензура выкинула еще несколько. У нас нет цензуры, можем озвучить. Ну, там был еще друг, любовник и так далее. Это же какая-то такая, в издательстве такая цензура была, или у вас какая-то еще была? Домашняя. А, да, домашняя цензура. А, это понятно, это объяснимо. Я обратил внимание на то, что книжка иллюстрирована, и очень интересно, потому что это, здесь такие рисунки в жанре пинапа. Да, совершенно верно. Кто рисовал, когда, специально ли это для книги было, насколько я понимаю, нет, да? Нет, нет, значит, большинство из этих рассказов были напечатаны в журналах, и большинство из этих рассказов были напечатаны. Были иллюстрированы, да? Да, иллюстрированы. Вот, например, Татлер, там много есть такой журнал, и они много меня печатали и печатают. И Екатерина Матвеева, замечательный иллюстратор, работала, и с разрешения журнала я вставил, вернее, я вставил издательство, которое ко мне пришло. Это издательство Аистек, одно из крупнейших. Ой, мы пропиодили и журнал, и издательство. Они пришли и предложили мне вот сделать вот такую штуку. Почему такой скромный тираж, две тысячи экземпляров? Он разошелся сразу, перед Новым годом, буквально за три недели. Они немножко побаивались кризиса. И вот сейчас выходит новый тираж, он появился как раз вот сегодня. Так что будет распространен. И, по-моему, он уже продан в основном за границу, поэтому готовится уже третий тираж. Да, я читал на вашем сайте, что презентация была в Лондоне. Презентация была... О, видите, я путешествовал с презентацией, меня приглашали в Рязань. Я был в Рязани с презентацией. Ну, город Лондонск выиграл, да, вот этот вот у Рязани? Я был в Рязани, нет, я был в Рязани. Я начал с Рязани. Мне понравился город, я даже там хотел остаться, попросить политическое убежище. Настолько он мне понравился. Но потом все-таки пришлось ехать в Лондон. Я был в Лондоне, ожидается, знаете, в русскоязычных городах, в таких серьезных русскоязычных городах, как, например, Тель-Авив, Рига. Я, поскольку он свои певческие таланты тоже показывает, я думаю, что мы его показали уже достаточно, да, мы с тобой прощаемся, надеемся, что все у тебя сложится в жизни. Да, он согласен. Сколько здесь фикшена, то есть сколько здесь придумок, приукрашиваний, деталей, которые, ну, неизбежно в таком жанре автор добавляет? Да, вы знаете, там есть один чудный рассказ, который очень адвокатский, который называется «Правда, правда, ничего, кроме правды». Который говорит о том, что, который скрывает, на самом деле, адвокатский секрет. Потому что любую правду, обманывать никого нельзя, это вот постулат. Но любую правду можно преподнести в том виде, в котором она тебе полезна. Поэтому там, на самом деле, все, что не написано, имело место. Просто, знаете, вот все нормальные люди видят жизнь через призму, а адвокат видит жизнь через клизму. Поэтому все, что там есть, увидено вот так. На днях видел в Фейсбуке большой пост нашей с вами общезнакомой Ольги Геннадьевны Родионовой, посвященной трагической совершенно гибели светской львицы, как было обозначено. Вы в курсе вообще про эту историю? Я был знаком немножко с ней. Вы напомните мне фамилию, потому что мне эта фамилия ничего не сказала. Фамилию хотя бы супруга, который... Его фамилия Фавлов, по-моему. Неважно, я думаю, что все слышали. Яна, да. Как часто вообще вот разводы в этой среде, ну, скажем так, в среде олигархов лайт, заканчиваются гибелью суженых женщин? Или это первая история такого? Нет, это редкость, конечно. Другое дело, что моральное падение, конечно, присутствует полным ходом. И часто встречается время от времени. А вот гибель нет. На моей памяти это второе, третье. У нас когда-нибудь... Все-таки вот там мой тезис, что мы больше Восток, чем Запад по менталитету. У нас когда-нибудь будут западные стандарты в этой отрасли, когда женщина может отсудить всегда половину, независимо фактически от обстоятельств развода? Честно скажите, вы знали? Вы готовились к интервью? Нет, нет. Что? Я ничего не знал. Расскажу. Вот уже год, как у меня появилась совершенно замечательная подруга. Вот мы «Не разлей вода». Ее зовут Юлия Барановская-Аршавина. Не знаю, вы слышали о ней? Ну, конечно. Это достаточно шумная история. Там очень много задействовано. Совершенно верно. Лиц самых разных. Да. И вот мы просто не можем расстаться уже год, и мы с ней вдвоем решили попробовать поменять законодательство в нашей стране. Но только в этом аспекте, да? Сейчас расскажу. Два аспекта у нас. Так. Первый мы решили попытаться доказать всем, что можно приравнять сожительство, это Юлина слово, к так называемому гражданскому браку, что, в общем, неверно по определению, потому что сожительство точнее. А это разве не синонимы? Вот гражданский брак, на самом деле, это брак официальный, но не церковный. Потому что гражданский брак – это акт гражданского состояния. Это гражданский брак. Просто у всех в голове гражданский брак – да, это сожительство, это незарегистрированный брак. А на самом деле Юлия нарочно употребляет слово сожительством, оно острее, хуже, противнее, но это так. И мы считаем с ней, что, если люди прожили вместе энное количество лет, то не должно быть никакой разницы между браком зарегистрированным и сожительством. Это первый наш постулат. Так. Второй, и не менее важный, мы считаем, что, знаете, вот сегодня, если вы придете в суд на развод, то судья спит. Есть масса анекдотов по этому поводу. Просто абсолютно совершенно... Расскажите хотя бы один, чтобы я понял. Что, что? Хотя бы один, вы говорите, масса анекдотов. Расскажу. Да. Сейчас договорю. Да, да. Значит, судья спит, и ее или его судью совершенно не интересует, почему распалась семья. Мы считаем, что государство, в общем, любое, в частности, наше, стоит на таких маленьких ячейках, которые называются семья. И если семья распадается, то государству нанесен урон. Поэтому человек, который виноват в том, что семья развалилась, должен каким-то образом за это отвечать. А как можно отвечать? И только деньгами. Поэтому если сегодня, когда люди расходятся, они должны делить имущество 50 на 50, как это написано в законодательстве, то в случае, если будет доказано, что виноват он или виновата она в том, что брак развалился, судья должен принимать другое решение. 30 на 70, 60 на 40, как угодно. Но в зависимости от того, что произошло. Приведу вам один пример. Я когда-то давным-давно был женат. В Америке. Недолго. И очень по-дружески. Что значит по-дружески? Это фиктивный брак, что ли? Это не было фиктивным браком, но мы больше дружили, чем семью. Просто поженились, потому что были молодые, и нам было хорошо. И когда мы разводились, мы пришли к нашему же приятелю, адвокату. И который нас знал, как облупленных давно. И он говорит, ты знаешь, он мне говорит, ты знаешь, ты всю жизнь будешь Женьке платить 40% со своего дохода. Я говорю, почему я должен ей платить? Он говорит, потому что, когда ты учился, она работала. И по закону штата Нью-Йорк считается, что это она сделала из тебя человека. Поэтому пока она не выйдет замуж, ты должен ей платить 40%. 40%. Что нас натолкнулось, Юли, на мысль о том, что должно быть введено еще понятие алименты для неработающего человека, который жил в семье. Если вы содержали семью, неважно, это она или он, а в это... Там нянчила, она нянчила детей, она следила за домом, это была ее работа. При разводе, я считаю, что нормально ввести понятие алименты не только для детей, а для человека, который содержал семью и не работал. С алиментами... Вот такие три постулата у нас, за что мы начали биться. Я понял, да. Вот здесь вот, кстати, очень любопытный момент, поскольку ваша клиентура, это в основном то, что называется селебритис, то есть это знаменитые люди, знаменитые или богатые, что, в общем-то, сейчас зачастую одно и то же. Вот с алиментами... Вот какая ведь история. На самом деле, достаточно легко ведь стать матерью ребенка. Мы вспомним Анжелу и Беккера. Масса есть историй, когда получить, я не знаю, сперму известного человека. И ведь закон, во всяком случае российский, трактует однозначно. Если доказано отцовство, ты плачешь элементы. Даже если там не было никаких отношений, и даже если, в общем-то, человек не может вспомнить, было ли сойти. Это справедливо, вы считаете? Вы знаете, у нас есть... Не пора ли менять и в этом смысле законодательство? У нас есть... У нас есть такое право... Не писанное, но золотое правило в офисе. Так. Когда приходят клиенты, вот начинают объяснять нечто подобное, мы всегда говорим... Есть такой стишок детский. Звучит он так. Даже в жизни половой думать надо головой. И в этом что-то есть. И если, конечно, есть ухищрения типа Анжелы, вот той знаменитой... Да, ну вы напомните, стоит для тех зрителей. В ресторане... Да, в ресторане на Бу, по-моему, он называется так, в Лондоне, около гостиницы Хилтон. И, кстати, недалеко от нашего офиса лондонского, произошла следующая история. Туда пришла девочка русского происхождения от смешанного брака. Там кто-то, мама или папа, черненький, афро, кто-то. И тогда, в общем, она такая кофе с молоком, очень хорошенькая девочка, в которую с одного взгляда влюбился знаменитый теннисист, и тогда звезда мирового тенниса, человек, который выиграл два уимблдона, и так далее, Борис Беккер. Любовь была настолько неожиданная, что они сразу пошли в чулан. И вот там как бы все состоялось, но несколько утрированным способом, я бы сказал, потому что это не был такой секс, я не могу сказать, человеческий, да? Нет, это был оральный секс. Оральный секс, понятно. Оральный секс. И вот впервые из-за истории цивилизации Анжела забеременела от орального секса. Гениально. Я считаю, что... Дело нехитрое, да, в общем. Да, вот как-то... Так. Конечно, я вернусь домой, спрошу у жены, но... Нет, ну, по-моему, технология-то здесь понятна, как этот... Ну, это произошло, да? Мы не знаем другие. И все суды на свете, в которых бился как фаршированная рыба об лёд, Беккер ни к чему не привели, и это его ребёнок, и была сделана генетическая экспертиза, что это его ребёнок, и никуда не деться отсюда. Понимаете? Кроме того, что на одном из судов судья сказал... Вернее, адвокат-представитель той стороны сказал довольно правильную вещь. Он сказал, послушайте, какая разница, каким был коэтус? Но он был. И что сказать надо было Беккеру? Не был? Был. Они виделись, по-моему, один раз. Но всё хорошо, что хорошо кончается. Я не имею в виду сейчас зачатие. Всё хорошо, что хорошо кончается в том плане, что теперь он любит ребёнка, они как-то встречаются. Кстати, девочка похожа на него как две капли воды, только без ракетки. Но вот всё совершенно замечательно и здорово. Поэтому, ну да, но ведь что-то было. Другое дело, что если ничего не... За все удовольствия надо платить. Я так понимаю. Знаете, есть французская пословица, которая мне очень нравится, которая намного глубже, чем она звучит поверхностно. Там говорится так, сейчас перевожу. Любовь нельзя купить, но всегда нужно платить, чтобы она была. И это так. И это справедливо, да. Наверное. У нас помимо коши, которую мы пристраиваем зрителям, есть ещё одна традиция, мы финишируем всегда игрой в правду. Это не моя придумка, это не мои вопросы. Выглядит это следующим образом. Вы наугад вытаскиваете из чуда-мешочка книжку и в зависимости от цвета этого камушка выбираете карточку, на которой написаны вопросы. Вопросы ставите и отвечаете или не отвечаете. я всегда говорю, что это тоже ответ. Прошу. Жёлтая. Любую. Жёлтую. Любую, да. Костя. Неловкий вопрос, как я люблю. Читать прямо? Да. Вам случалось, будучи сильно пьяным, делать что-то ответственное, притворяясь абсолютно трезвым? Расскажите, как это было? Ну, это очень, это совсем не неловкий вопрос, я не пью. Ага. Вы знаете, какое дело? Но мне случалось наоборот, надо сказать. Притворяться пьяным. Притворяться пьяным. Я человек не мало пьющий, но я могу вывести бокал красного вина. Или, если я пришёл с мороза и меня уже колотит, там мне наливают напёрсток водки и всё хорошо. Но притворяться пьяным бывало, потому что в компании, когда все пьяные, ну, конечно. А ты сидишь один трезвый. Давайте ещё один? Да, давайте. В принципе, у нас три должны быть форманы. Три. Так и будет. Ещё жёлтый? Ну, снова жёлтый. Вот тело там закопался. Вот он. Неловкий вопрос. Они жёлтые? Умирали ли ваши домашние животные по вашей вине? Нет, никогда. Нет, нет. Если не считать тёщу. Это было зло и не политкорректно, я бы сказал, по отношению к тёщам всего мира. Белый – это свободный вопрос, значит, я вам задам, а я, собственно, попрошу вас рассказать обещанный анекдот, который был упомянут. То есть вы готовы? Что такого? Хорошо, держите. Может быть злее, чем про тёщу? А есть будет бип-бип-бип? Смело, смело. Смело. Хорошо. Идёт развод. И, как я вам сказал, у нас в судах совершенно не интересует судью, почему произошёл развод. А пришёл молодой адвокат, который защищает её и поэтому хочет доказать себе и ей, что он боец. Судья спит и разгадывает какой-то кроссфорд. Женщина, там, лет 40-45, ей совершенно её не интересует. Судью, она сидит в манте, потеет, ей ничего не интересно. Разгадывает кроссфорд. А допрос ведёт молодой адвокат и говорит, скажите, пожалуйста, Татьяна Николаевна, «Почему вы разводитесь?» Она говорит, «Видите, я вышла замуж за этого человека, полюбила его, прожили какое-то время вместе, а потом я поняла, что я, в общем, не могу с ним жить, потому что он хочет от меня такие гадости в сексе. Это совершенно ужасно, что он от меня требует. И говорит ещё, он так описывает это, ну, я не могу, вот, вы знаете, нет. и поэтому я хочу развестись, потому что жить с этим человеком невозможно». Адвокат говорит, «А вы не могли бы сказать, что он от вас говорит, что он хочет от вас?» Она говорит, «Вы знаете, я не могу, нет, увольте». Он говорит, «Почему?» Она говорит, «Ну, как вам объяснить? Я из московской интеллигентной семьи, мама – литературный критик, папа – поэт, бабушка с дедушкой профессора литературы». Я таких слов не знала до того момента, пока с ними не познакомилась. Адвокат говорит, «А вы напишите, вы не произносите, вы напишите на бумажке». Она говорит, «Ну, написать, наверное, могу». Ну, хорошо. Она что-то пишет. Значит, он берет бумажку, читает. Там написано, «Сегодня вечером после работы я приду, и тебя, и туда, и туда, и туда, и так, и с кактусом, и привяжу к кровати». Он закрывает бумажку, сворачивает ее и прямо относит к судье. Кладет бумажку на стол судье, судья разворачивает бумагу, читает, что-то пишет и отдает адвокату обратно. Адвокат возвращается к себе, раскрывает бумажку, там написано, «Сегодня вечером не могу, давай завтра». Я думаю, что зрители нашей программы примерно представляют себе стилистику вот этой книжки, и я думаю, что удовольствие они получат такой же, как я получил от беседы. Спасибо большое. Спасибо, да.